Приветствую любителей Москвы! Вы смотрите передачу «Промышленность в Подмосковье», которая выходит каждую пятницу. Ну и сегодня о городе Волоколамске, промышленности этого города. Ну, надо сказать, что находится она в не очень хорошем состоянии, и в настоящий момент меньше 10 предприятий промышленных находятся в Волоколамске. Основные предприятия, к сожалению, были разрушены, закрыты в течение последних 20 лет примерно. Прежде всего это относится к предприятию «Волоколамский текстиль», который даже там целый поселок возник фабричный. Увы, этого предприятия больше нет, все вывезено. Также был закрыт Волоколамский завод строительных конструкций. Он тоже находился неподалеку от станции Волоколамского, здесь вот, на Ямской улице. Тоже он не действует с 2008 года. Также закрыт был Волоколамский кирпичный завод, который тоже находился около станции Волоколамской. Тоже там целый такой поселок кирпичный вокруг него находился. Тут все давно закрыто уже. Также не работает и дерево-рабатывающий комбинат, который тоже тут рядом находился. Недалеко все примыкало к железной дороге, несколько предприятий тоже не работает. Тут разные деревянные конструкции выпускал это предприятие. Птицы комбинат тоже закрыли, который занимался разведением, переработкой домашней птицы, выпуском яиц птицы. Ну вот, эти предприятия, увы, не работают. Но что-то есть. Некоторые предприятия даже наоборот не так давно возникли. То есть это еще такие старые советские предприятия, в основном они все закрыты. Но вот некоторые предприятия все-таки появились. Они в основном небольшие. И преимущественно они сосредоточены в промзоне Волоколамска. Она в основном сосредоточена вот по эту сторону железной дороги. То есть вот идет железная дорога, сам Волоколамск, он вытянут, довольно такой вытянутый город. Туда вот, как бы, в таком направлении, вертикальном, да, вот, большую территорию он занимает. Между Новорижским шешей, железной дорогой, которая тут проходит на довольно большом расстоянии друг от друга. И вот сюда, сюда, сюда. Это все Волоколамск, тут как раз фабричный поселок, вот тут как раз находилась фабрика Волоколамский текстиль, которая была основана еще до революции 17-го года. Вот, ну, к сожалению, в этой фабрике нет, там все сдается в аренду. Вот. А предприятия, в основном, находятся вот здесь. Ну, это и понятно, потому что они примыкают к железной дороге. И, естественно, что раньше многие предприятия были связаны с железной дорогой. На улице Ямской находятся они, это самое, и находились некоторые предприятия, ну, и примыкающие к ним улицам. Итак, что же действует на сегодняшний момент в Волоколамске? В Волоколамске работает завод упаковки Кэнпак, который производит алюминиевые банки для разных напитков. Это французская компания Кэнпак. Вот. И вот эти банки, причем очень много их производит, да, 2 миллиардов штук в год может производить. И, кстати, работает он, в общем-то, не так давно, где-то с 2010 года примерно, с 2010 года, я имею в виду. Вот. Так что, в принципе, довольно такое молодое предприятие. Находится оно как раз вот здесь тоже, в этой вот промзоне Волоколамской внизу. Вот. И здесь вот оно, в принципе, работает. Также здесь же находится, вот на Ямской улице все, да, вот здесь вот, примыкая к железной дороге, находится предприятие Волоколамск Хлеб, но это, по сути, хлебозавод, который работает еще с 1338 года, производит около 350 наименований разных хлебобулочных изделий, там, торты, рулеты, слойки, всякие разные виды хлеба и так далее. Это все работает, слава богу. Вот. Ну, это и понятно, все-таки хлеб, он, в общем-то, без него не обойдешься, хлеб всему голова, поэтому понятно. Также работает компания Ротак, которая, небольшая компания, которая производит автомобильные знаки. Ну, которые вот на машинах стоят, да, они вот производятся. Вот. Также, ну, это вот что-то, ну, много складов, но склады, конечно, не имеют никакого отношения к производству. Это именно склады. И полудачная база здесь вот, слава, вроде находится, вот она, видите, тоже на Ямской улице, вот эта полудачная база. Ну, по сути, тоже склады. Вот. И то не факт, что это полудачная продукция. Ну, когда-то была полудачная база, сейчас, возможно, там тоже все в аренду сдается разным. Кому угодно, скажем так. Вот. Также работы здесь же предприятия ТРЕМ, вот если мы поднимемся повыше, да, вот, то здесь вот находится довольно крупное предприятие. Авторемзавод оно называется, вот прямо на заводской улице, вот здесь вот, вот эту территорию занимает. Это автоагрегатный завод, вот, соответственно, который производит преимущество компрессора для разных грузовиков. Для АМАЗа, для КАМАЗа, когда-то для ЗИЛа производил. И, кстати, ну, это название автоагрегатный завод, он, в принципе, носит с 2003 года. Ну, а работает он еще с давних советских времен, назывался еще авторемонтный завод, когда-то был изначально. Так что пока работает, но, скажем так, вроде как над этим заводом висит некоторые тучи и, предвозможно, предприятие будет закрыто. Ну, такие сведения у меня есть во всяком случае. Ну, пока работает, может, худо-бедно ли, да, может, конечно, не в ту силу, как в советское время, но пока работает. Значит, и также есть еще предприятие 3М России, называется, Волоколамске, которое в основном производит респираторы, вот, а также всякие покрытия для нефтегазопроводов, так же и продукцию бытовую, это губки для дома, да, вот так вот, как в быту на кухне тоже нужны, ну, и для поглощения разных, так сказать, нечистот и так далее. Вот, и, кстати, работает эта компания 3М России с 2008 года. Ну, вроде как там преимущественно сборка, сборка занимается из разных импортных материалов, ну, хотя бы так, хотя бы какая-то сборка. Ну, и, кроме того, также еще есть, да, и, в общем-то, сейчас мы найдем эти, еще есть предприятия, сейчас я пробую найти здесь. Так, что-то не написано, так, здесь смотрю. Ну, они, в принципе, небольшие предприятия, тут они, видите, даже на карте часто не показаны, бывает, так, кладбище. Так, ну, там уже фабричный, понятно. А, вот, завод 3М, вот он, видите, завод 3М, вот это как раз респираторы производят, ну, и всякие такие еще покрытия трубопроводов всякие антикоррозионные, ну, и губки. Ну, основное это респираторы, причем разных видов, которые даже, вроде как, экспортируются в другие страны даже некоторые, ну, так вот. Ну, то есть, что-то там все-таки работает. Ну, еще есть предприятие ДЭКа, я не знаю, вот Аладдин, кстати, возможно, тоже работает шоколадная фабрика, вот, кондитерская фабрика Аладдин, она, наверное, в Москве тоже, сейчас она в банкротстве находится, которая в кожевниках, а здесь она, вроде как, работает, но есть сомнения в том, что она сейчас работает. То есть, вот, по-моему, это здание выставили на торги, насколько я знаю, вот эту фабрику Аладдин, поэтому не факт, что она работает. Ну, во всяком случае, может быть, и работает. Вот, еще есть компания ДЭКа, ДЭКа, тоже тут неподалеку находится, которая занимается производством мясных паштетов. Вот, мясные паштеты, да, она производит, действительно, фабрика работает, она небольшая, но, в общем, скажем так, она действующая. Она действующая. Вот, не знаю даже, где тут она находится, маленькая фабрика, ну, вот, Волоколамский где-то сейчас. Ну, ладно, в общем, есть такая небольшая фабрика, но здесь, наверное, трудно их будет найти, скорее всего, где-то находится, но где-то можно найти, но это самое сложное. Вот, еще на улице Ленина находится Волоколамский молочный завод. Это тоже действующая организация, вот, на улице Ленина, да. Сейчас мы попробуем его найти. Так, ну, на фабричный. Ну, тут это все, да, это фактически, в общем-то, уже все. Раньше был текстиль тут, но это закрытое предприятие, да. Ну, и молочный завод. Так, это здесь? Здесь нету, так. Вот здесь вот оно, да. Вот оно, видите, Волоколамский молочный завод. Ну, он тоже сейчас давних времен, еще советских, он тут существует, да, и на улице Ленина. Ну, и, собственно, вот он до сих пор молочную продукцию выпускает. Я, правда, ни разу не видел ее в Москве, может, кто-то видел, но я так понимаю, что преимущественно для местных нужд, может, там, для Московской области, для Волоколамского района, то есть, ну, вот, преимущественно для жителей этого города Волоколамска. Вот оно еще работает тоже, да. Это предприятие, слава богу, пока еще работает. То есть, хлебозавод, вот, молочный завод, УДЭКО, мясные паштеты, возможно, Аладдин кондитерская продукция. Ну, то есть, как видите, преимущественно, так сказать, преимущественно пищевая продукция. Так, еще и работает предприятие Фризленд называется, но это предприятие, оно сейчас находится в стадии банкротства. Оно, в принципе, производило холодильные витрины, то есть, знаете, такие витрины, которые, в том числе, для выездной торговли разных магазинов, но там, где хранятся охлаждаемые продукты. Вот, ну, вот, в том числе, всякие там, вот, мороженое продают, прохладить напитки, вот, на вынос, да, вот, иногда в парках можно сидеть такие вот. Вот такие вот холодильные оборудования, в том числе, и производили на компании Фризленд. Ну, Фриз, это, как, мороз, да, холод, с английского языка. Фризленд, страна, ну, вот, вот такое предприятие. Но сейчас оно, вроде как, банкротится, поэтому, скорее всего, уже скоро работать не будет, а, может быть, и уже не работает. Так что, вот такая ситуация. Ну, то есть, вы видите, что в итоге, по итогу, получаем, что около десятка предприятий в Алкаломске сейчас работает, но, в основном, они маленькие, в большей степени относятся к пищевой промышленности, около половины из них. Ну, остальные, разные другие отрасли, автоагрегатный завод, там, вот, упаковка. Ну, опять же, упаковка, опять же, для чего? Для напитков, да, то есть, тоже, опять, пищевая промышленность. Ну, вот, респираторы 3М России, ДЭКО, ну, мясные кассиры, понятно, РУТАК, автомобильные знаки. Ну, вот, такие вот предприятия. То есть, ну, вот, около десяти предприятий в Алкаломске работают. В основном, они небольшие, в большей степени, так, вот, для местных нужд, что-то, пищиком, хлеб, там, молоко, вот, такие вот, маленькие. Ну, есть и, так сказать, работающие на более такую большую, скажем так. Пространство. Вот. Поэтому, в целом, конечно, город большой, но предприятий на нём мы видим немного. И они, конечно, не такие большие, как были в советское время. Не надо сказать, что они какие-то градообразующие. Нет, градообразующих предприятий здесь нет. Вот. А, в общем-то, во многом таковым предприятием было декстильное предприятие в Алкаломске. Ну, как я уже заговорил, оно сейчас не работает уже довольно давно. До новых встреч!